Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Профилактическая работа ведется, графики составлены. Комиссия по чрезвычайным ситуациям подвела итоги года. В связи с постоянными перепадами температур и образованием на ледяной дорогах, Десногорский пожарно-спасательный гарнизон обращается к жителям Десногорска. О безопасности в гололед. Украли кресты надгробия для того, чтобы сдать на металлоприемник. В Гагарине ограбили кладбище. Здесь очень много систем защиты, вот эти вот эти ключи. Экскурсия для солнечных детей Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленская область оказалась в числе лидеров национального рейтинга прозрачности закупок 2016. Регион занял 11-ю строчку. В прошлом году он был на 29-м месте. Более 182 миллионов рублей получит наш регион на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Отметим, что субвенции получат все субъекты страны. 16 декабря состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где подвели итоги работы за год. Все подробности в нашем сюжете. Все городские службы и председатели комитетов отчитались о проделанной работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасной жизнедеятельности. В 2016 году было проведено 12 заседаний комиссии для оперативного решения задач по координации органов управления сил и средств городского звена РСЧС. Подвёл итоги работы председатель комиссии Александр Новиков. На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы, связанные с прохождением весеннего паводка, профилактикой лесных пожаров, обеспечением пожарной безопасности на объектах экономики в жилищном фонде, объектах массового пребывания людей, обеспечением безопасности жизни людей на водных объектах, итогами отопительного сезона 2016-2017 года и подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному сезону 2016-2017 годов. Особое внимание в преддверии новогодних праздников было уделено пожарной безопасности. На новогодние праздники на все будут выставлены дополнительные наряды, которые будут именно контролировать на совещании при заступлении на службу. До всех будет доведено, что особое внимание уделяли это техническим изделиям. Также тоже, что на территории Бесногорска по практике граждане некоторые прямо около домов хотят распаливать мангалы. Просто сколько раз предупреждали, что это не дача вам, это все-таки город. Поэтому большое обидительное пользование жителям. Если вы хотите шашлоток, пожалуйста, едьте там на дачу, едьте там еще и до особо отведенные места. Заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке. Я хочу поблагодарить все наши службы, учреждения, предприятия города за, я считаю, хорошую работу, слаженную работу, плотную работу. И хочу пожелать в 2017 году, чтобы эта работа была продолжена. Следующее заседание комиссии состоится уже в 2017 году. В Смоленске завершился областной фестиваль «Юные таланты за безопасность». Финал собрал лучшие творческие номера школьников из разных уголков Смоленщины. Фестиваль детско-юношеского творчества по противопожарной тематике по традиции имеет 4 номинации. И в каждой из них были определены победители. Все участники получили грамоты и ценные подарки от Смоленского ВДПО. Все учреждения культуры нашего города подготовили и провели тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции. В городском центре «Досуга» состоялось патриотическое занятие для учащихся седьмых классов. В школах дополнительного образования художественный и музыкальный прошли классные часы. В связи с частыми перепадами температуры воздуха на тротуарах и дорогах нашего города образовалась наледь. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона напоминают десногорцам о безопасности. Уважаемые пешеходы, будьте предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а при выборе обуви следует отдать предпочтение обуви на мягкой рифленой подошве. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения. В случае возникновения каких-либо происшествий, звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. Криминальный блок. В Красненском районе был задержан санкционный груз. Под белорусским прикрытием пытались провести 19 тонн польских яблок. В ходе фитосанитарного контроля сотрудники Россельхознадзора раскрыли обман. В ближайшее время товар будет уничтожен. В дежурную часть полиции Гагарина позвонил один из работников железнодорожной станции и сообщил, что неизвестными с территории кладбища похищаются могильные кресты. По адресу выехала следственная группа. Подробности далее. В ходе разыскных мероприятий сыщики опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В сентябре месяце мной были обнаружены разоренные могилы, с которых были похищены памятники, кресты. Также снимали оградки, стены оградки и калитки. Были отработаны пункты приема металла. В результате проведенной работы под подозрение полицейских попали ранее судимые за кражу жители Гагарина, 92-го и 81-го годов рождения. Их задержали и доставили в дежурную часть, где они признали свою вину, а также сообщили, что похищенное имущество сдавали в пункт приема металла, так как постоянно испытывали нужду в денежных средствах. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие продолжается. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Гагаринского района. Трудно пройти мимо такого в городе. Сегодня, идя на работу мимо 16-го дома в 3-м микрорайоне, мы увидели вот такую интересную картину. Пустые бутылки, мешки с отходами жильцы выбрасывают прямо из окон. Это подтверждает и дворник, который обслуживает эту многоэтажку. Ну кто жильцы? Кто? Трудно же сюда вот донести. А в вашем доме мусоропровод есть? Конечно, вот он. Невольно задаёшься вопросом, неужели нашим десногорцам нравится жить среди помойки? А сейчас новости спорта. Фехтовальщица Яна Ягорян удостоена национальной премии в области физкультуры и спорта. В этом году 22-летняя студентка Смоленской физакадемии стала двукратной олимпийской чемпионкой в личных и командных соревнованиях. Яну признали спортсменкой года в номинации «Гордость России». Спортсмены из разных регионов России разыграли кубок имени Героя Советского Союза полковника КГБ Григория Бояринова. Помимо главного кубка было разыграно ещё 80 комплектов медалей. Смоленин Никита Хольненков, обладатель звания чемпион России, в очередной раз подтвердил свой высокий статус. 17 и 18 декабря в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» состоится открытый турнир по баскетболу на призы Смоленской АЭС, посвященный Дню Энергетика. Приглашаем десногорцев и гостей города на спортивные баталии. В этом году в деятельности Десногорского городского совета женщин появилось новое направление. Это работа с особенными солнечными детьми. Уже прошло несколько мероприятий. Последняя экскурсия в Смоленский учебно-тренировочный центр. Как она прошла, расскажем в нашем сюжете. Особенных детей в сопровождении родителей и организаторов встретили в холле Смоленского УТЦ. Им с первой минуты всё было интересно, а когда инструктор Вадим Большаков завёл их на полномасштабный тренажёр, их радости не было предела. Среди особенных детей много способных, талантливых и любознательных. Задача родителей, педагогов, общественности – помочь им раскрыться и реализоваться в жизни. В этом, несомненно, поможет и такая замечательная экскурсия, которая оставила неизгладимые впечатления не только у детей, но и у взрослых. Мне очень понравилось. Замечательные тренажёры. Здесь чувствуешь себя, как на самой атомной станции. И прям захотелось управлять блоком. На память о встрече, кроме фотографий, у гостей останутся красочные буклеты о Смоленском УТЦ и значки. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.